ВОДГСН Они посвящены как раз тому, как будет играться машина, сколько в данном случае она будет фармить, в руках среднестатистического игрока. То есть, если вы не суперскилловый игрок, если ваш процент побед где-то от 50 до 55, то на примере моего видоса вы сможете посмотреть, что вы сможете вытягивать на данном аппарате. Ну и, соответственно, будете для себя понимать, стоит вам копить кровную голду или донатить в игру для приобретения конкретно данной машины. Или этого делать не стоит. Вообще, клинок машинка не дешевая. Это все-таки 10 левел. Многие себе его хотят. Многие себе его хотят, потому что считают, что это имба, хотя никогда на этой машинке не играли. У меня тоже есть ряд машин мечты, которые я бы с удовольствием приобрел, которые я не катал лично. Ну и, соответственно, я тоже всегда хотел бы понимать, а насколько действительно машина хороша. Дело в том, что многие обзорщики, они делают интересные вещи. Кто-то показывает машину прям супер бомбической, и у них это получается, потому что они просто таки всю жизнь прозябают в танках. Они знают все мельчайшие подробности по бронированию, держат в голове скорость перезарядки каждого танка. Ну, короче говоря, ребята действительно имбовые, играют хорошо, играют классно. Ну и, соответственно, показывают машину прям во всей ее красе. Кто-то, кто играть не сильно хорошо умеет, он берет машину, делает на ней какой-то там ряд каток, вырезает из этого всего ряда самые обалденные видео с лучшей своей результативностью, и показывает, что якобы машина именно так и играется. Хотя в действительности это не соответствует. Короче говоря, я несколько раз вот так вот обжегся. Я тратил свою кровную голду на машину, которая, я не знаю, может действительно машина классная, но в моих руках она, допустим, не лежит. Может я смотрел обзор вот так вот какого-то очень скиллового игрока, который прям обалденно играет в танки, и подумал, что у меня тоже получится вот так вот козырно и классно нагибать рандом, играя на той или иной машине. И вот представьте себе разочарование, когда вы покупаете себе такую машину, да, рассчитываете, что вы просто будете там, я не знаю, самым лучшим и верхом просто пищевой цепочки блица, но оказывается, что конкретно в ваших руках машина становится просто никакущей. Ну и вы, соответственно, расстраиваетесь, потому что кровную голду вы свою потратили, ну а результата того, на который вы рассчитывали, вы не получаете. Вот поэтому я и снимаю свои обзоры. Многие там меня пытаются поунижать и пахают, что я должен сначала научиться играть, ну а потом уже обзоры снимать, ну или бы заценивать какие-то машины. Но давайте будем говорить откровенно, не все мы играем прям суперимбически. Есть те, которые играть особо имбически не умеют, но они-то тоже поиграть хотят. И мне кажется, что им тоже хотелось бы знать, какую машину стоит приобретать себе, а какую нет. Поэтому, ребят, и снимаю свои обзорчики в надежде на то, что мои видео станут кому-нибудь полезными и что информация, которая будет мной предоставлена, она поможет вам сделать правильный выбор, не потратиться на какую-то фуфляндию, на которой вы нормально отыгрывать не сможете. Вот в этом я вижу, я не знаю, миссию или не миссию, но цель съемки моих видосов. Так, закинул, нет? Закинул. Довольно неплохо получается. Остались один на один с ИСом. В принципе, в принципе, шансы у меня есть. Я перейду на голду. Нет, мы же все-таки фармим, а не тратимся. Так, ну вот теперь у нас будет сейчас Бадалова с ИСом. Исключительно, как я понимаю, по пробитию и по КД. И что-то мне подсказывает, что у ИСа шансов гораздо меньше. Все-таки ИС-7 подольше перезаряжается, а у меня запас прочности такой, что за одну плюху он меня не вынесет, ну, однозначно. Итак, ребят, заслуженная, как мне кажется, победа. 5 фрагов. Довольно-таки неплохо. Напомню, ребят, мой уровень игры это как бы, ну, среднячок. Вот серьезно говорю, честно, положа руку на сердце. Не скилловый я игрок. 4686 урона. Получили мастера. Сделали 5 фрагов. Давайте теперь смотреть на результат по серебрухе. Результат по серебрухе. Ребят, это далеко как бы не прям показательный бой, что клинок играется так постоянно. И что-то мне подсказывает, что сейчас за время обзора я смогу вас в этом убедить. Смотрите, 166 единиц, ну, 166 тысяч единиц серебра. В принципе, в принципе, это обалденная цифра. Был бы включен прем, было бы, грубо говоря, практически 200. Но без према я считаю, что просто обалденно. Ну, опять-таки, повторюсь, это не прям показательный бой, что вот все бои на клинке, они играются вот так вот, знаете, с 5 фрагами, с огромным количеством нанесенного урона. Ну, в общем, говорю к тому, что, ребят, бой просто получился таким, потому что, ну, не знаю, может мне с расположением на карте повезло частично. Может мне повезло как-то там с противниками, которые не сильно хорошо подались, сопротивлялись. Но, в целом, ну, клиночек играется хорошо именно тем, что в руках не сильно скиллового игрока этот товарищ довольно долго может жить. Поэтому мне клинок и нравится. И нравился он мне всегда. Я помню, когда появился клинок на продаже, я прям чуть ли на стуле не запрыгал от счастья, радуясь тому, что у меня хватает кровной голды, которую я копил в течение, там, ну, практически полугода, а то и больше. Ну, и, соответственно, смог позволить себе приобрести данную машинку. Так, что там у нас? У нас там... Да, вот здесь глупость я, конечно, сделал. Поворачиваю башенку не совсем в ту сторону, куда надо. И, соответственно, сбоку клинка в башне, ребят, прошивают. Просто рассчитываете на то, что данная машина, это не совсем прям имба, которую, как бы ты ни повернул, как бы ты ни стал, все равно пробить никто не сможет. Ребят, пробить-то смогут. Поэтому будьте все-таки поосторожнее. Ну, и, соответственно, грамотно отыгрывайте свою броню. Так, что там у нас? Нифига не вижу. Голдой смысла бить? Нет. Попаду? Нет. Ну, вроде бы попал, но все равно там такое место было, которое пробить было очень сложно. Так, надо быстро перекатываться, очень быстро. Потому что если я сейчас к своим сюда не перекочусь, результат будет, ну, прям совсем печальный. Поехали, поехали, поехали. Так, жить-то мне осталось не так уж и долго. Залетело ко мне с поджогом. 28 хп. Судорожно начал нажимать на клавишу ремки. С огнетушителем. Фугасом кинул фугас, особо нормально не зашел. Сработала противофугасная защита у танчика. А забросила мне бабаха. Да, вот бабаха может так стоять-стоять где-нибудь втихую, а потом один раз кинуть, ну, и крайне сильно тебя обидеть. Сейчас меня будут забирать явно. А куда как? Вот как так сейчас получилось? Каким таким дивным образом? Блин, обидненько, обидненько, конечно. Обожаю на этой карте становиться вот так вот между вагонов, потому что тебя выцелить нормально не могут, ну, а ты можешь довольно неплохо снайперить. Так, пошло КД. У товарища ФВ. Сейчас явно бабаха сюда будет подъезжать. Ну, доберешь, брату... А, ты на перезарядке, ё-моё. Да, да, жалко, конечно, что 121-й был на КД, не смог добрать раньше, чем добрали меня. В принципе, сейчас 121-й он может зарешать двумя путями. Либо точками, либо он может просто крутить, периодически выезжать, там, как-то пропрыгивать в бабахе башня неповорачивающаяся. Ну, рубка, да, будем называть вещи правильно своими именами. Проще говоря, у бабахи неповорачивающаяся рубка, соответственно, у 121-го есть шансы, если он зайдет как-нибудь с тыла, то, в принципе, закрутить не закрутить, потому что перезарядка не прям имбовая. Но, в целом, если он пару тычек накинет бабахе, так, чтобы бабаха не успела повернуться, свестись со своим огромным сведением и выстрелить, то, в целом, шансы есть. Если же сейчас бабаха шотнет один раз по 121-м, то, понятное дело, что ему не жить, потому что со средним уроном бабахи, как бы, вообще не фонтан сопротивляться. Вот сейчас друг сделал ошибку, а, он решил точками заняться. Ну, в принципе, тоже правильно, как я уже сказал, варианта-то всего два. Либо захватами, но играться он таким образом будет долго, потому что если бабаха сейчас станет на точку А, а, скорее всего, она будет это делать, то, соответственно, перезахватив точку, начнет прибавлять к своим 528, ну и будет немножечко сотужно 121-му точками все брать. Ладненько, ребят, досматриваем бой без лишних разговоров, я сейчас все ускорю, ну и встречаемся в следующей катке. Ладненько, ребят, досматриваем. Итак, друзья, закончился бой, бой закончился победой по очкам. 121-й красавчик действительно зарешал. В данном бою 2000 урона, да, я там буду округлять. И что касается серебра, давайте смотреть подробно. По серебрухе, ну, как-то вот получается довольно-таки не очень, потому что 5315. Я так понимаю, что всему виной, ну, там, то, что необходимо было отремкаться плюс потраченный боекомплект. Короче говоря, за данный бой, ну, как бы получается вообще ни о чем, согласитесь. Хотя это победа, и хотя в целом я, ну, хоть что-то для победы-то делал, да. То есть, понятное дело, что мега какого супер урона я не нанес, но третье место по урону. Окей, теперь давайте так. Запрыгиваем в третью катку и будем смотреть по результатам еще третьей каточки. По первой катке, да, безусловно, там не было включенного према, но цифра фарма получилась довольно-таки не кислая. 166 тысяч, согласитесь, немало. Но, ребят, там был знак классности мастер. И я думаю, что это довольно-таки неплохо зарешало на итоговом фарме. Сейчас посмотрим, кто куда поедет, потому что, честно говоря, с учетом перехода на Евросервер приходится привыкать к новой реальности. И новая реальность заключается в том, что стираются границы направления ТТ, СТ. Очень часто встречаешь тяжелые танки на линии СТшек, очень часто встречаешь СТшки и ЛТшки на линии тяжей. На тех линиях, к которым ты там как-то на интуитивном уровне уже привык. Так, подтягиваемся, уже светанули. Интересно, кто. Трое на двое наших давят. Объекта 263-го сейчас явно вынесут. Продавили линию СТ, ребят. Возвращаемся. Сдается мне, что особо хорошего тут ждать нечего. Продавили линию СТ, ребят. Так, остался я один Шансы мои, я думаю, там Танцуют в районе нуля Приблизительно Особо много я здесь не зарешаю Я бы сказал, что я вообще сейчас ничего не зарешаю Явно Да, разобрали, ребят Разобрали просто таки Ну, в хлам, что называется Так, смотрим на результаты Боя И давайте будем сразу с вами считать Что мы получаем суммарно Было 166 тысяч Плюс 5000 за предыдущий бой Того получается 171 тысяча В данном бою Как бы вообще ни о чем И вообще находимся в минусе Соответственно отнимаю 3000 минуса Итого получается 168 тысяч Которые я Я делю на 3 боя Ну и соответственно мы получаем, что средний фарм 56 тысяч Серебра Вы будете иметь на клинке Если играете приблизительно с такой же успешностью Как и я Первый бой Был абсолютно не прям Показательным Хотя я бы сказал прям шикарным и крайне приятным Второй бой И третий бой Это тоже не сильно показательные бои Для клинка По одной простой причине Потому что Если во втором бою Еще плюс-минус Как-то нормально все складывалось Но я честно говоря вообще не понял Причину По которой я получил всего 5000 Хотя в принципе Своих 2 косаря какого-то урона Да, это не мега что-то Но ребят Я нанес 2 косаря урона Да, не сделал уж и ни одного фрага Но по-моему Как-то вот Что-то странное получилось По результатам фарма Что же касается третьего боя То третий бой как бы слила полностью вся команда Продавили фланг СТ-шек Начали заходить с тыла Ну короче говоря Вот как-то так бой сложился Крайне непредсказуемо Но и абсолютно честно говоря Неприятно Не знаю Может надо было прям ринуться в бой Ехать вперед Продавливать как-то направление Но куда его продавишь Если объект там допустим Стоит и раскидывается своей ХП-шкой Которую просто там забирают у него Становится боком к барабанному танку Ну короче говоря Я не хочу никого винить Как бои сложились Так они сложились Не перекладываю свою вину на других Я тоже не супер имбова сыграл Но просто для вашего понимания Что клинок он прощает Огромное количество ошибок И если вы играете Плюс-минус средняком То взяв себе этот танчик Примастырившись к нему Я думаю что Вот тот средняк Который я высчитал В виде 56 тысяч серебрухи Это не предел Я думаю что за бой Вы будете вывозить Где-то в районе от 70 До 80 косых серебра Ну в среднем я имею ввиду Ну а если включите себе Примаккаунт То соответственно И того больше брать будете Итак Как обещал Вот ссылочка На обзор клинка У меня на канале Кому интересно Зайдите Посмотрите Я зацениваю танки Абсолютно честно Ну вот Как машина есть Так я ее и показываю Опять-таки Повторюсь В руках Среднестатистического танкиста Не скиллового игрока Ну а вы соответственно Будете знать Нужен ли вам Конкретный танк С учетом того Что вы играете На том уровне На котором играете Лучше Так как я Ну либо хуже Чем играю я На данный момент У меня все Это был обзорчик На фарм На клинке На ВК 9001П Подписывайтесь на канал По шильдику В правом нижнем углу Буду безумно вам благодарен И буду продолжать Радовать вас Исключительно честными И абсолютно Никем не проплаченными Обзорами Всего хорошего Всех благ Мира И спокойствия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok